Здравствуйте, с вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Чирлидинг – спорт молодой в Самарском регионе, о нем впервые узнали 5 лет назад. Тогда была одна команда в Самаре и одна в Тольятти. Сегодня на чемпионаты первенства области приехало более полсотни спортивных коллективов в возраст участников от 8 и старше. Дисциплин 2 – акробатика и танцы. Все об американском виде спорта мастеру спорта расскажет Виктория Селиверства, президент Самарской региональной федерации чирлидинга. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы нас сегодня пригласили. В чирлидинге на сегодняшний день 6 дисциплин. Но для людей, которые не являются на сегодняшний день спортсменами, не сильно задействованы в этом движении, можно сказать, что действительно неформально мы делим на два направления. Но это только неформально. Одно направление – это дисциплина черданс фристайл. То, что все мы привыкли видеть в качестве групп поддержки на различных спортивных мероприятиях. Не по чирлидингу, скажем так. Это девушки, которые выступают с помпонами. Там тоже есть акробатические элементы, но там нет высоких пирамид, там нет выбросов. И остальные дисциплины, они посвящены как раз акробатическим направлениям. То есть где есть выбросы, станты. Ну, это то, что, опять же, скажем так, на сегодняшний день людям знакомо из американских фильмов. На самом деле у нас были и в нашей стране подобные физкультурно-спортивные движения. Просто назывались они… Не может быть, давайте с другом подруге. Не чирлидингом было нечто подобное. Называлась это и сокольская гимнастика. То есть именно построение пирамид и вот таких вот комплексов, да, назовем это так. Вот. Поэтому, в принципе, нельзя чирлидинг на сегодняшний день так совсем уж причислять к американским видам спорта. Ну и кроме того, чирлидинг на сегодняшний день и достаточно уже давно, то есть с 2000-х годов, очень хорошо развивается в России и имеет уже такое, скажем так, немножко русское лицо. То есть в том числе на соревнованиях различными регламентами приветствуются музыкальные композиции с русскими текстами. В том числе в костюмах используется русская символика. То есть, ну, то, что у нас есть из народных костюмов, да. То есть мы максимально стараемся все-таки привить этому виду спорта наше лицо, потому что, безусловно, ну, развивать у нас в стране какие-то американские, чисто американские виды спорта и направления, ну, это другая страна, другая культура. Поэтому хоть вид спорта так и назвали, и хоть он отчасти имеет такие корни, но на сегодняшний день мы стараемся дать ему именно наше лицо и наши традиции. Ну вот название чирлидинг, как это правильно переводится и как по-русски адаптируется это название? У чирлидинга есть только такое название. Вот. С точки зрения, ну, как бы перевода дословного, опять же, то есть, ну... Это группа поддержки или как? Я бы не стала акцентироваться именно на дословном переводе и сакцентировалась бы, наоборот, скажем так, о том, как мы привыкли это воспринимать и откуда это пошло. Естественно, это пошло в России от группы поддержки спортивных команд. То есть изначально в России появились группы поддержки спортивных команд, а потом уже оттуда постепенно появился чирлидинг, уже более разнообразный, с различными дисциплинами, уже как вид спорта. Ну, давайте уже начнем тогда по дисциплинам. Фристайл мы разобрали, что еще? Ну, смотрите, чирданс, фристайл, да, это танцевальная дисциплина, есть также дисциплина чир, то есть это акробатика построения пирамид и стантов, там, где в команде находится там от 10 до 20 человек, то есть это большие команды, и там участвуют только девочки. Вот. Есть подобная дисциплина, там есть ряд элементов, их можно выполнять немножко посложнее, называется она «Чирмикс», там присутствуют мальчики, ну, как бы вместе смешанные команды, да. То есть это возможно? Это возможно, да. У нас есть команды, которые с мальчиками, в Самарской области они пока немногочисленные, но тем не менее они есть. Вот. И также есть несколько дисциплин, это групповые станты, групповые станты «Микс» и партнерские станты. Ну, станты — это 5 человек, то есть там, где нет пирамид, то есть они делают, ну, если для, скажем так, более понятного восприятия, высокие такие поддержки, выбросы и так далее. Это вот про это. Вот. Опять же, групповые станты — это только девочки, групповые станты «Микс», то есть по аналогии это с мальчиками. Вот. Ну и партнерские станты — это 2 человека. Вообще, как попасть в команду? Прийти заниматься. Ну, это нужна какая-то специальная физподготовка, там, берете там из художественной гимнастики, и спортивная гимнастика. Кому приоритет? На самом деле подготовка приветствуется всегда, безусловно. Но на сегодняшний день у нас есть очень большое количество секций именно, то есть не команд. В команды, безусловно, попадают уже те люди, которые умеют делать определенные там элементы, у которых есть подготовка. Но это не значит, что нельзя вообще заниматься чирлидингом. То есть есть очень большое количество секций, куда человек может прийти в любом возрасте, ну, то есть с 8 лет ниже мы не берем, потому что это предусмотрено. Правилами вида спорта и программами специальными. Вот. Верхний порог, в принципе, не ограничен. У нас есть и взрослые, в принципе, секции в Самарской области. Вот. То есть человек приходит, если у него нет подготовки, у него есть возможность научиться всему, что ему необходимо. И потом, если он успешно пройдет этот курс, он также попадет в команду и будет выступать. Здесь нет никаких препятствий. Самое главное — желание, чтобы было. Ну, начали уже говорить о регионе, где есть секции. Это только Самара? Очень много, где есть секции. Нет, это не только Самара. Ну, безусловно, это города Самарской области. То есть это Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. В принципе, есть еще в ряде городов у нас черлидинг. Есть также в некоторых сельских районах у нас черлидинг. Есть в Борском, есть в Большечерниговском. Еще в ряде... Ну, это в районных центрах или вот какой-то поселок, там, глухая деревня, а там секция? Ну, как, глухая деревня? Ну, это я в кавычках. Да, если там есть молодежь, то есть там есть возможность заниматься. В принципе, то есть как бы в ряде и поселков есть тренера, то есть люди с подготовкой, которых заинтересовал этот вид спорта, которые пришли к нам, которые прошли соответствующее обучение, получили соответствующую практику. Вот, начали развиваться в рамках этого вида спорта, привлекли там детей, молодежь своего села и, соответственно, то есть получили поддержку. То есть и мы стараемся тоже, ну, насколько нам позволяют возможности поддерживать такие начинания, то есть в постсамарской области. И, соответственно, то есть, ну, через какое-то время получаются из этого команды, они приезжают к нам на соревнования, участвуют и также принимают участие в своих сельских мероприятиях. То есть тоже популяризируют и свой вид спорта, и другие виды спорта, которые они поддерживают вот у себя там в селе или в муниципальном районе. И вот такое замечательное получается взаимодействие. И у детей есть перспектива, то есть определенного роста, то есть как бы, в принципе, их участие заканчивается не только на участии в соревнованиях в Самарской области. То есть если это сильные команды, у них есть возможность выезжать дальше, принимать участие в соревнованиях выше статусом. Вот, поэтому есть очень хорошее развитие, особенно вот для отдаленных уголков Самарской области. Ну, если говорить уже о прошедших соревнованиях, что о них можно сказать, как выступили девчонки, миксты и какое качество было, какое качество показали спортсмены? Ну, приятно отметить то, что на сегодняшний день растут и количественные показатели, и качественные показатели. То есть, в принципе, ну, я не устаю повторяться, что от соревнований к соревнованиям, безусловно, качество растет. И качество растет очень сильно, и конкуренция этому способствует, и уровень обучающих мероприятий. То есть мы стараемся достаточно большое количество для тренеров проводить обучающих мероприятий, чтобы они понимали. То есть, ну, все равно есть там от года к году, несмотря на то, что правила не меняются, есть новые тенденции, да, которые приходят, там, элемент там чуть-чуть по-другому сделать, там, чуть-чуть более эффективно, там, подготовить к этому ребенка, да. Уровень уже показывают, ну, очень высокий, плюс еще, естественно, то есть количество команд на сегодняшний день у нас, ну, практически сопоставимо с количеством команд в черданс дисциплинах, которые участвуют в, там, во всероссийских соревнованиях. То есть если во всероссийских соревнованиях у нас 20-25 команд идет в дисциплине, то в Самарской области у нас идет, ну, не менее 15 команд в дисциплине. То есть там 15-16, вот на прошлых соревнованиях 18 команд было в дисциплине. То есть разница, на самом деле, по количеству команд небольшая. Естественно, они растут достаточно быстро за счет того, что они понимают, что команд еще, ну, достаточно много. Вот. И здесь же как раз вот этот вот момент, то, что команды, которые первая тройка, они же стремятся на Россию выехать. То есть они же понимают, что им надо войти в тройку для того, чтобы дальше поехать. И они уже готовят команды с учетом понимания тех соперников, которые они там увидят. Вот. Потому что все это просматривается заранее, все эти программы. Поэтому рост, на самом деле, качественный, очень большой, очень хороший. Нельзя сказать вот так вот, что только там самарские команды лидируют или только там, ну, какие-то из больших городов. Все так же. То есть зависит все от того, насколько люди к этому серьезно относятся, сколько они тратят на это время и как они занимаются. То есть если они к этому подходят серьезно, у них есть все шансы занять места. Это был Чирлидинг на телеканале Самара ГИС в программе Мастер Спорт. Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи.